Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения является актуальной на всех этапах развития человеческого общества. В настоящее время в связи с кардинальными преобразованиями во всех сферах нашей жизни. Это приобретает особое значение. Но как сделать так, чтобы привитие чувства патриотизма было гармоничным? Чтобы оно в итоге стало осознанным, глубоким, а не чем-то синтенциозным и очень обязательным? Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. Патриотическое воспитание – одно из приоритетных направлений в системе образования России. Оно играет важную роль в становлении восконравственной личности и в формировании активной гражданской позиции у подрастающего поколения. Мы решили узнать у тверичан, что они считают патриотизмом и что, по их мнению, должен делать патриот. Я думаю, что это нужно вполне. Ну, потому что, например, у меня так в семье и было. Я родину люблю, так скажем, и меня папа так воспитывал. И вся моя семья, у нас большая семья, мы все такие. Мой прадедушка, он взял в плен семь немцев, когда у него была в руках только саперная лопатка. А про второго прадедушку, который в блокадном Ленинграде жил, он рассказывал про эту дорогу жизни. Вот. И его вывезли оттуда в 43-м. Все вот эти подвиги, которые совершали наши воины, полководцы, армия, это тоже обязательно надо знать. Конечно, нужно, потому что все-таки детям с детства надо прививать какие-то ценности, которые важны для общества. И все равно это очень важная часть культуры нашей. Патриот должен всегда быть готовым защищать свою родину. Патриотизм нужно развивать, потому что это формирует какое-то определенное мировоззрение, уважение к родине, понимание того, что ты часть чего-то большого. Уважать интерес своей страны. Патриотическое воспитание считаю важным. Вот даже у меня в школе, вот мне сейчас 25 лет, в школе у меня оно было, ввел у меня этот предмет полковника СССР, приходил к нам в школу, рассказывал про войну, про то, насколько важно помнить, про то, что они отдали жизнь за нас, чтобы у нас было светлое, хорошее будущее. Чтобы больше любить свою родину, любить свою страну, но я считаю, что слишком сильно государство на этом зацикливается, и патриотичность приходит сама. То есть ты живешь в России, и ты уже любишь свою страну, просто потому что это твоя страна. И не нужны вот эти бесконечные уроки о том, что надо ее любить, потому что мы и так ее любим, потому что мы в ней живем, и мы стараемся строить будущее в ней, строить ее так, чтобы она развивалась и расцветала. Какой-то вклад, желание внести, например, получить профессию и что-то сделать для страны, например, у меня мечта, я на строительный факультет буду поступать, а вот я хочу сделать так, чтобы в России были красивые здания. И вот что-то вот это для меня, патриотическое поведение. Большинство упрошенных тверичан считают, что патриот — это человек, любящий свою родину, преданный своему отечеству, своему народу, стремящийся своим трудом принести пользу. На патриотическое воспитание молодежи направлена целая система специальных мероприятий. Их главная цель — заложить правильные ценности, привить любовь к своей родине и культуре и вырастить достойное поколение граждан своей страны. Но при этом необходимо помнить, что все эти мероприятия призваны не просто доносить до молодежи богатую историю и культуру нашей страны, но и находить правильный подход, чтобы молодые люди сами определяли для себя, почему они любят свою родину и что хотят сделать во благо своей страны. В этом процессе очень важна вовлеченность молодежи в важные и полезные проекты патриотической направленности. Поисковые движения, волонтерские отряды, помогающие ветеранам и юно-армейские организации. И лишь тогда патриотизм станет истинным, тем, который рождается в самой глубине нашей души и становится неотъемлемой частью сознания гражданина России.